Если он удобно территориально для меня, я уезжаю на этот заказ. Здесь устанавливается банная печка. Другая бригада встретили? Да, здесь в ближнем зарубежье ребята делали. 200 можно зарабатывать, если упереться. Можно больше зарабатывать. Появляются новые люди у нас там. Раньше у нас было 12, сейчас уже, по-моему, 17. Растем, да. Всем доброго дня, с вами компания Печный Мир. Мы приехали на объект к Андрею Журавлеву. Андрей, приветствую. Андрей устанавливает печку. Но сейчас она в таком, так скажем, да, еще в начальном этапе. В начальном этапе, да. Да, так что коротенько зайдем. И вообще сегодня хотелось бы поговорить о командировках. У Андрея большой опыт. И он, я думаю, что поделится именно с Иркутской области. Ты летаешь, ездишь. Да, по всей стране ездишь. По всей стране. То есть есть заказы, есть команда, как я понимаю. Ну, Печники ИРФ, я с этими ребятами дружу. С Кузнецовым, Игорем Викторовичем. Где-то есть заказ, в общем. Ну, и если он удобно территориально для меня, я выезжаю на этот заказ. То есть вы командой своей так же там или по одному ездите? Нет, нет. Если объект большой, то там собирается, ну, 4 печника, 5 печников. Ну, максимально я видел 11. Это было на семинарии. Ну, там несколько объектов, видимо, собирается. Да, там было 5 объектов. За 2 недели мы их там успевали построить. Пойдем, пройдем, посмотрим, что делаешь. И там уже пообщаемся. То есть здесь устанавливается банная печка. Да, здесь все было готово. Ну, только пригласили как бы специалиста, чтобы грамотно установить, сделать потолочный-приходной узел и здесь печь поставить. Ну, задумка здесь такая, подиум с подачей воздуха снизу будет. Отсюда может, как-то, если пройти. Но здесь еще вопрос сразу были, да, по швам, когда зашли. Здесь другая бригада встретили, была грудь? Да, здесь в ближнем, за рубеже ребята делали стенку эту. То есть, когда эти две сцены были уже? Да, готовы. Я вот подиум выложу, ну, и буду еще закрывать ее. Потому что у заказчика дети маленькие, они хотят максимально обезопаситься от печи, чтобы не было прикосновений и ожогов. Ага. То есть здесь будет установка и отделка, получается? Ну, плитка здесь, плитка, портальчик небольшой. И, собственно говоря, сама установка. Да, большая парилка. Печки будет вот так. Парилка 8, 8 кубов. Ну, и печка от 8 кубов, от 8 до 12 кубов, ну, рассчитана. Я думаю, самое то будет здесь. Не стали Андрея отвлекать от работы уже на объекте снимать. Я думаю, если будет время, мы потом уже заедем по окончанию. То есть, хотелось бы о чем услышать. Ты недавно приехал с Дальнего Востока, да? Да. Сколько там отбыл? Почти пять месяцев. Я работал один. А печь большая оказалась, ну, огромная. Вот, но она заняла два месяца у нее, я строил. А затем меня не отпустили. Попросили еще одну печь. Ну, и так как мне понравилось в Владивостоке, там классное море. Мне показалось лучше, чем черное. Да? Да, ну, морепродуктов, ну, навало. То есть, просто можно занырнуть и достать. Покупать не надо, там ленивый, по-моему, только не ест. Ну, то, что дает море. С пищниками, там, мне показалось, что их там мало. Или нету, или мало? Ну, мало. Ну, они есть, но их прямо мало. А заказчики-то есть, кто готов строить вообще? Да, заказчики есть. Ну, была работа, ну, в общем, надо было ехать домой, так как я полгода прокатался. Не запланировано, хотел меньше, получается. Да, детей в школе там готовить надо, ну, в общем, поехал домой. А уехал туда случайно, то есть, позвонил в Москву. Ну, я вот, у нас сообщество, мы пищники РФ. Ну, и я с этими ребятами дружу. Основная масса живет в Москве и в Екатеринбурге. Ну, то есть, пищи Кузнецова, это как раз это направление, да? Да. Развивается? Да, мы как раз строим пищи Кузнецова. И развиваем эти пищи. Ну, я вот в марте позвонил, мне очень захотелось уехать почему-то. Ну, захотелось уехать. Я позвонил в Москву, попросил ребят взять объект. Через те дня мне позвонили с Владивостока. Нам правильно идти в Сибирь и тебе ближе, да? Да, ну, просто когда-то действительно ближе ехать. Ну, и, в общем, там ждусь во Владивостоке до сих пор. Если кто-то обратится, я еду туда. Я туда поеду с удовольствием. Я работал в Подмосковье, работал в Екатеринбурге, в Омске был, в Сочи. Дальний Восток мне понравился больше всего. Сцена повыше, чем здесь. Ну, командировка, она... За работу. Да, за работу. Командировка сама собой подразумевает заработок выше. Ну, то есть, это же уже другие условия, как бы, труда. Или вот здесь я от дома 10 минут работаю. Ну, в общем, в командировке всегда заработок выше получается. Ну, либо это будет регион, в котором цены выше. Ну, либо это будет такая пища, в котором... Ну, в любом регионе, кто-то хочет там что-то эксклюзивное, если... Человек готов платить за этот эксклюзив. Ну, то есть, у тебя большая часть как раз в командировках и состоит. С интересными проектами, да. Полгода, это, конечно, длинное... Ну, мне просто там понравилось. Поэтому захотелось там пожить. Я там не всегда работал, не все время. Там, ну, сезон-то летний был. Можно было и полежать там на пляже. Меня, в общем-то, никто никуда не гнал. Поэтому долго все получилось. Я, в общем-то, и отдохнул, и денег заработал. Ну, а вообще еще про команду, да. Ты говоришь, что есть группа. Мы печеньки РФ. Команда, или как это правильно назвать? Сообщество у нас. Сообщество. То есть, вы находитесь в разных городах. Да, мы в разных городах. Ну, мы, как бы, общаемся онлайн, обсуждаем вот эти печные темы. То есть, у нас есть свой чат. Обсуждаем там и правила пожарной безопасности, если там какие-то изменения появляются. Ну, в общем, все это мы отслеживаем. Ну, и, ну, чтобы быть в тренде. Ну, и друг другу помогаете. То есть, вопрос возник. Конечно. Если вопросы, ребята у меня там такие. Я же, как, ну, сравнительно недавно занимаюсь. То есть, 6 лет я печенькой не занимаюсь. А ребята там всю жизнь, да. Ну, допустим, Кузнецов-то точно. Он всю жизнь. Ему уже 83 года. А он до сих пор еще в кеме. Ну, то есть, к тому, что и ребят новых берут в команду, так же, как я понимаю, да? Ну, тех, кто отучится на семинаре. Через обучение. Да. Через те, кто прошел обучение по системе Кузнецова. Ну, по... То есть, это как входной билет, начать общаться там и уже быть ближе. Да, и ребята смотрят, там, в Москве тоже обучаются. Ну, и кого-то из, ну, новеньких забирают к себе. Ну, кто-то в деле. Себе показал в деле. Ну, появляются новые люди у нас там. Раньше у нас было 12, сейчас уже, по-моему, 17. Растетик. Растетик, да. Так, ну, что хотелось бы сказать. Вот на примере как раз Андрея хотелось бы еще раз повторю. Сказать, что не надо закрываться, да, в регионе. То есть, при том, что нет, допустим, работы, можно работать с такими командами, вот как вы работаете, да, в сообществе. Да. И путешествовать. Мне нравится. Работать по всей России. Я посмотрел страну, да. Обычно же печь строится месяц. Строится. Это, ну, я просто, ну, пошалил. Ну, я полгода заездил. А так, печь строится месяц. Ну, я вот сколько ездил. Раз и домой быстренько. Ну, вот еще такой вопрос. На заработок сколько может в месяц принести вот такой поездки? Ну, сколько? Ну, 400. Ну, сколько приносит? Ну, за печь мне заплатили 400 тысяч. За первую. За вторую – 370. 200 можно зарабатывать, если упереться. Можно больше зарабатывать. Ну, это надо вырасти до такого уровня просто. Ну, здесь же надо еще работать с такой подачей, чтобы не перегореть, так скажем, в удовольствие. Ты же удовольствие получил? Ну, да. Потому что строил там, не торопясь. Там и заказчик меня не торопил. То есть там всех устраивало, что… Там, в общем, так, звезды сошлись. Ну, и поэтому это была, наверное, самая удачная командировка. Ну, пока. Не знаю, как дальше будет. Ну, есть с чем сравнивать. Я думаю, другие будут еще лучше. Ну, надеюсь. Ну, ладно. Андрей, спасибо, что рассказал про командировки, про опыт. Я думаю, что это будет полезно посмотреть зрителям. Ну, и вообще узнать, что есть такая возможность путешествовать. С командой «Мы, песчники РФ» возможно как раз вот… Ну, будешь связующим, чтобы дальше кто-то мог… Может, к вам присоединиться. 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 Да, да, не вопрос. Это можно. Ну, ладно. Всем пока. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Пока. Ваш печной мир.